До каких пор будем носить маски и выплатят ли по 10 тысяч семьям, чьи дети в возрасте 17 и 18 лет, узнаете из короткого обзора новостей. Российским семьям могут выплатить еще по 10 тысяч рублей. Предложения Совета Федерации уже рассматривают в правительстве. Речь идет о выплате на детей 17 и 18 лет. Инициатива появилась после объявления о субсидии на ребят от 3 до 16 лет. Тогда возрастные ограничения вызвали дискуссию. Если бюджет позволит, то правительство одобрит эту инициативу. В России за полгода стоимость автомобилей выросла в среднем на 7% и продолжит расти. Специалисты связывают это с девальвацией рубля и снижением производства. В частности, автомобили Hyundai за последние полгода подорожали на 2,5%, а Mitsubishi на 3,5%, а Volkswagen на 5%, BMW на 10%. Отечественные бренды тоже не остались в стороне. Все легковые УАЗы подорожали примерно на 45 тысяч рублей. Лидер рынка АвтоВАЗ повысил цены на Ладу Весту примерно на 15 тысяч. Масочный режим сохранится до осени, предупредила председатель правительства Татьяна Голикова, отметив, что сейчас весь мир готовится ко второй волне коронавируса. И такая мера – необходимость. Осенью ситуацию традиционно усложнят обычные гриппы и пневмонии. Парад ретротехники в Новом Уренгое отменен. Однако всероссийская акция «Звон Победы» состоится. 24 июня ровно в полдень на одну минуту раздастся гудок всех транспортных средств одновременно. От личных авто до общественного и делового транспорта, поездов и кораблей. Присоединиться к «Звону Победы» призывают и всех новуренгойцев. Обзор подготовила Верба Ранова, телерадиокомпания «Сигма» для «Анур-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова